Продолжение следует... Однажды в стране смешариков. Согласно инструкции Пина, нам надо украсить тыкву. Этот предмет не подходит. Надо завершить испытание по перемещению. Если мы раскрасим тыкву, то жители других параллельных вселенных не будут напуганы ее внезапным появлением. Надо найти предмет для тестирования. Поломано. Раскрашенная тыква будет выглядеть смешнее. Мы не будем перемещать этот предмет. Крош и ежик переместились в другой, параллельный мир. Про параллельные миры много интересного нам может рассказать Лосяш. Ведь именно он был соавтором «Чудо-машины». Хо-хо-хо! Это же мои бутерброды! Несите их ко мне! Так, так, так. Ситуация понятна. Необходимо только следовать этой схеме сдвига бревна с точки падения. Сейчас, сейчас. Вот чертеж. Для поднятия упавшего дерева по дороге к Нюше вам потребуется медведь. Мне надо мою большую энциклопедию косинусов и синусов. Это самая большая книжка в моем доме, так что ее будет легко найти. Мой циркуль и еще мои бутерброды. С ними я быстрее сделаю вычисление. Фотографируйте предметы. Если вы нашли то, что надо, то предмет можно будет взять. Рисуем, чертим, измеряем. Так, вот эта схема. Медведь имеет нужную силу для сдвига бревна. Надо сделать научный расчет. Но для этого нужна фотография с места происшествия. Моя любимая книжка косинусов и синусов. Если читать на ночь по 2-3 странички, то можно быстро уснуть. Нужно найти циркуль, энциклопедию и мои наивкуснейшие бутерброды. Мой циркуль. Сколько чертежей мы начертили вместе с ним. Тыкву. Самую большую не могу отдать. А вот чуть поменьше можно экспериментировать. Я вырастил самую большую в мире тыкву. Про первое не понял. А вот второе, так это шарбуз. Хе-хе-хе-хе. Надо побольше вашего топлива вырастить, чтобы не израсходовалось быстро. Хе-хе-хе. Я хочу вырастить тыкву. Огромную тыкву. Я думаю, мята как раз подойдет. Так к чаю очень хорошо подойдет мед. Но у меня его пока нет. Еще и мята хороша для чаепития. Да, и не только морковки, но и огурчиков, и картошечки. Хе-хе. А также тыквы. Арбузы – вещь полезная. Ага, медведь – это я. Сходится. Около дома Нюши упало дерево. Непорядок. Надо исправить. Насчет топлива можете попробовать. Но вообще, самое правильное применение арбуза – это летом, в жаркий день, отрезать ломтик и наслаждаться у тени собственного сада, глядя на гречишные поля под тихое жужжание пчел. Эх. Привет, ежик. На самом деле мне тоже нужен ваша помощь. Я не могу приземляться, потому что посадочные полоса не работает. Сломался один огонек. Надо его починять. Но сам я не могу. Я высоко. Пока посадочные огни не работают, я не смогу приземлиться. Я буду ждать вашей помощи тут. Хорошие новости. Захожу на круг. Для того, чтобы починять машиноперемещение, надо собрать несколько вещей, которые мне помогут провести испытания. Машина работает. Надо только провести экспериментальное перемещение. Надо взять большой и круглый предмет и попробовать переслать его в другую вселенную, а потом вернуть его обратно. Тогда мы будем уверены, что все работает. Надо починять машина и провести испытания. Тыква будем использовать как основное перемещаемое физическое тело. Чернилами нарисуем на тыкве рожицу и украсим бантиком, для того, чтобы жители других миров не испугались. Я изобретаю различные механизмы. У меня это хорошо получаться. Последнее изобретение машиноперемещения, но она поломалась от удара молнии. Майн-год. Значит, она все-таки работает и параллельные миры существуют. Отличное изобретение, но пользоваться им надо осторожно. Ты прав, Ёжик. Иногда приключения поджидают нас совсем в неожиданных местах. Молния дала необходимый энергетический заряд для того, чтобы произошло перемещение между мирами. Так-так-так, у нас не работает счетчик времени. Испортилась приемная антенна и не работает монитор отображения параллельных миров. Я как-то необычно себя чувствую. Будто я из пластилина, Ёлки-Иголки. Ой, ты тоже пластилиновый. Хе-хе, Ёжик! Ёжик! Ау! Ёжик! Фантик! У меня есть раритетный фантик для тебя. Безвыходных ситуаций не бывает. Ёжик, я скоро вернусь. Ёжик! Ёжик! А что же теперь делать? Как ты себя чувствуешь, Ёжик? Да, мы и хотели осторожно, но... Молния! Я не могу прочитать записку. Здесь написано слишком мелко. А что надо сделать, чтобы починить машину перемещения? А что за эксперимент надо провести? Ну вот, тыква, чернила и даже бантик есть. Здорово! Вернее, а как нам обратно попасть? Какие нужны детали для машины? Пин-пин! У нас получилось! Мы собрали все детали! Это мой домик! Фантик, фантик... Очень раритетная вещь. Такой редкий экземпляр. В какой же альбом его лучше положить? В красный или в зеленый? Наверное, лучше в зеленый. Или все-таки... Как-то я себя немного странно чувствую. Приключения — это интересно. Но нам надо вернуться домой. А если бы она не работала, то не было бы приключения. А что нам надо найти? Все по списку. Тыква, чернила и бантик. Здесь написано. Улетел на испытание. Скоро буду. Пин. Лосяж был рад, когда узнал, что его машина перемещения работает. А что надо сделать? Пин, мы все нашли, как ты и говорил. А как нам все-таки попасть обратно? Пин! Пин! Пин, мы хотим вернуться домой. Нам надо починить машину перемещения. Привет, Пин. Нам нужна твоя помощь. А что случилось, Пин? А как починить посадочную полосу? Полоса готова для посадки, Пин. Даже на зеленом и колючем кактусе распускаются нежные и красивые цветы. Я так люблю свой домик. Ах да, чуть не забыл. Мне надо что-нибудь принести к чаю. Солнышко выглянуло совсем недавно. Еще несколько часов назад была ужасная гроза. А я вот тоже не сижу дома. Только я забыл. Я что-то хотел сделать. Точно! И не просто погулять, А сходить к Савунье в гости. Путешествуя и преображаясь, Чувствуешь себя совершенно иным, особенным. Я люблю чай с вишневым пирогом. Особенно мне нравится угощать таким чаем своих гостей. Была гроза. Я видел молнию и раскаты грома. После того, как я найду, что принести к чаю, Я отправлюсь к Савунье. Верно. Пойду-ка я в гости к Савунье, А то совсем забыл. Мы же договорились сегодня с ней встретиться. Как чудесно! Спасибо! Да, она ждет меня. И я должен принести что-нибудь к чаю. Спасибо! Вы меня выручили. Ммм, чай с мятой, это так вкусно! Надо собраться с мыслями, проверить, Не забыл ли я чего-нибудь, И отправлюсь в гости. Ммм, да-да, я готовлюсь пойти в гости к Савунье. Истинный джентльмен не может прийти к даме без подарка. Конечно же есть! После земляничного чая настроение поднимается на несколько градусов. Угощайся, ежик! Я его много приготовила. Рецепт один, а варенье можно много сделать. Это сложный рецепт, но, наверное, и он существует. Мой самый любимый рецепт, это рецепт малинового варенья. Да, рецепт и вещь полезная и нужная. Большая тарелка? Да, была где-то такая. Угощайтесь на здоровье! Большая тарелка полезная вещь, и когда варенье делаешь, И когда машиноперемещение чинишь. Для того, чтобы приземлиться, надо, чтобы горели все посадочные огни. Да-да, рецепты, это очень полезная вещь. Посадочная полоса, это самое важное для успешной посадки. Мой самый любимый рецепт, это рецепт малинового варенья. Все очень просто, надо зажечь все посадочные огни. У меня есть тарелка, можете ее взять. Я тоже тут наизобретала малиновое варенье. Садитесь, будем вместе чай пить. Когда я заснул, то можете взять чернила. Спасибо, крош. Спасибо, буду вас ждать с дневником. Можно, но только после того, как я заснул. Пока я не уснул, чернила могут мне пригодиться. Спасибо. В дневник я записываю свои новые стихотворения. Спасибо, ежик. Ничего страшного, но у меня промок мой любимый дневник. Я не могу заснуть без него. Кроши ежик скоро принесут высушенный дневник. Я не сплю, я жду, когда ко мне придет вдохновение. А еще меня разбудил будильник. Пока он здесь, я не могу уснуть. Да, так как ночью может присниться стихотворение, но сейчас мой дневник мокрый. Да, я проснулся от того, что на меня прокинулся стакан воды, и мой дневник промок. А во всем виноват будильник, который влетел ко мне в комнату через окно. Мои чернила? Я могу дать их вам на время, пока я сплю. Заберите будильник, пожалуйста. Необычные цветы – это настоящий подвиг. Да, это было бы прекрасно. После того, как ради меня будет совершен подвиг, я смогу открыть дверь и перестать грустить. Да хотя бы маленький. Например, подарите мне такие цветы, которые были бы одни-единственные на свете и самые прекрасные. Я буду ждать ежик. Хорошо, ежик. Но если ты вдруг найдешь конфеты, то приноси их ко мне. Главнее конфет может быть только подвиг, который совершается ради прекрасной дамы. Хм, в интересную игру крош и ежик играют. А я люблю есть содержимое фантиков, то есть конфеты. Прекрасней конфет могут быть только подвиги и рыцари. Так здорово! Это очень необычно. Мне нравятся необычные цветы и вещи, которые подчеркивают мою индивидуальность и красоту. Да, конфеты – это всегда вкусно. Ах, как прекрасно! Конфеты – это прекрасно, но это не самое главное.